Устовский, Борис Полевой, Александр Трифорович Твардовский, это все люди, с которыми он жил-то, общался в 55-м году на международном фестивале в Варшаве, он получил золотую, как сказать, медаль, его пьеса, его пьеса «Восторг Афрагиты» шла, до сих пор не побит перекон. Она одновременно шла в 171 театре Советского Союза. И только в 60-м году она выдержала 6,5 тысяч постановок. Представляете, что это было в человеке? Да, это точно. Вот, и сейчас он занимается переводической деятельностью. Когда мы с ним общаемся достаточно часто, и когда ему в 90-е лет, он сказал, я, наверное, в литературе, даже в 93-е, и он сказал, я, наверное, в литературе же все сказано. Наверное, все, больше я писать не буду. И активно занялся переводической деятельностью. За это время Мусто перевести, значит, буквально за полгода он перевел Пушкина Евгения. Он почитал плоховато. У него полностью переведено сегодня порядка 300 стихотворений. Марина Цветаева, значит, Александра Блока, Сергея Есенина. Значит, человек, я просто даже хочу вам всем и нам подсказать его творческого долголетия. И вот эту книгу мы замечательно издали. Она уже три издания выдержала в Греции на сегодняшний день. Более 3000 экземпляров вышло. Она называется «Русский парнас». Параллельный перевод Олекса Панца на русском и на греческом языке. Вот, благодаря нашему сервису писателя Геннадий Иванов, мы ему вручили грамоту торжественно. Он еще к этому делу очень тоже дриппетно относится. И перед этим всем огромный привет, ребята. Творческое вам долголетие. Каждый из вас может зазвучать на греческом языке. Дорогие друзья, завершая церемонию вручения премии, я хочу отметить тех людей, которыми наша премия продолжает быть. От Дмитрия Александровича уже было сказано. И в этом зале присутствует еще один человек. Это Александр Виталиевич Коменчук. Писатель, причем писатель потомственного, его бабушка. Она есть в основном. Писатель, революционный перевод в русских людях, в сибириках, в ровальцах. Его мама замечательная для русской поэтессы. И сам он тоже пишет неплохие произведения. Но самое важное для нас, для нашей премии, что он нас не забывает и каждый год влияет нам другом и главным помощником. Спасибо, Александр Витальевич. Пожалуйста, я вручаю, я вручаю, я вручаю, я вручаю, я вручаю. Вы не убегайте, я буквально... Это же тоже премия наша, Союза писателей России. Дорогие, коллеги, у нас есть еще премия, называется, Бориса Корнилова, замечательного русского советского поэта. И она вручается ежегодно в Санкт-Петербурге, ее получают поэты. И люди, которые пишут о творчестве Бориса Корнилова, замечательного русского советского поэта. Сергей Сергеевич Казбук, я тебя приглашаю. Да, сюда, чтобы мы... Я вручаю. Медаль, медаль. Сейчас, подозреваю. Нет, это подожди, еще тут. Скажи два слова. Можешь даже спеть песню о встрече. Знаете, я буду украдок, потому как все из тосковались по фуршетам. Я буду украдок. Я рассказываю тайну. Я скажу главное, давно я не видел столько город, поскольку звезд в литературе в одном зале. И это радует, это значит, что мы живем на русском языке. Спасибо всем. Слава Богу! А Геннадий Морозов доехал до нас? Гена? Ты скажи, а кто за целью? Да, это из Кеменев. У нас премия региональная, у нас вся Россия здесь присутствует, да? Коллеги, и завершим. Я бы хотел сегодня такой вот, у нас есть такая премия Югра, она тоже учреждена вместе с Союзом писателей России. И есть такая номинация, которая называется в этой литературной премии «За лучшую славянскую книгу на русском языке». Вы знаете, сегодня, когда вы заходите в магазин, вы видите огромное количество природной литературы. Английская, ремеская, французская, фантастинская, детективная. И совсем исчезла славянская литература. Ее стало очень мало. И сегодня, например, я, когда мы все уже были как-то даже в Сербии, нам, значит, имя пусту, уже подарили свою книжку на русском языке. Она на русском языке издана, но она переведена с французского на русский, да? То есть она сначала с севско переводится на французский, потом с французского на русский. Конечно, мы как бы не можем какие-то процессы поменять, но ответить замечательных людей, которые, выдающихся, мы должны. Вот в силу ряда обстоятельств, уважаемый, значит, наш иерей Ненатильевич из Сербии. Он получил эту премию в прошлом году, по большей причине, потому что она пришлась прямо на страстную неделю. Он, хотя и выпускник режиссерского факультета, хотя и достаточно известный человек в Сербии, режиссер и драматур, он, тем не менее, является священником, служит в Голландии, в Голландии, откуда к нам и прибыл сегодня на торжественные мероприятия. И мы ему вручаем эту премию, этот диплом за замечательный роман «Дорога на Царьград». Замечательный роман, который вышел на русском языке. И я думаю, сегодня вы услышите его, услышите его слова и думайте, обязательно прочитаем эту книгу. Потому что у каждого из нас будет своя дорога на Царьград. Буду долго говорить, мой русский язык не так хорош, забыл. Сорок лет тому назад я был один первый раз в Москве на соревновании, тогда еще был в гимназии, на мировое соревнование по знанию русского языка. Москва была совсем по-другому. Совсем другой город, теперь я увижу, увидел, когда прилетел. Я хотел вам только сказать одну вопрос. Это огромная честь, что я получил награду за славянскую литературу. Славянская, знаете что? Когда в Бога верят. Бог – слово. А мы народ – слово. И народ, который хранит слово. Что это? Мы храним смысл. На западе, где я живу теперь. Я мог делать разные компарации, знаете. Есть там лучшие людей, народы, у чентов лучше, чем мы на Востоке, чем мы славяне. Но смысл хранит мир. И это никогда не забыть. Иногда история делает и так, и так. Все случается. Но смысл глубоко у наших ног хранится. И мы хранители смыслов. И поэтому, как один из хранителей смыслов, я хотел при этом. Очень благодарен за эту программу. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые Геннадея, спасибо огромное. Сегодня и Союзу Писаний России, и Аркадий Малышев. Аркадий, разрешающее слово «Ти-Ди», мы завершили свою церемонию. Чисто технически хочу сказать, что… А, Геннадея, дорогой! Ребята, лучше я прийду сюда. Ребята, замечательные. Я думал, ты не приедешь. Вот второй раз хотел пропустить премию. Ребята, премию Кормилова в этом году получили. Замечательный русский, не поворачивающий слово «Совет». Всегда был русским поэтом Геннадий Морозов. Он прожил очень долгую, интересную жизнь. Вы все его знаете, все знаете его замечательности. И часть его жизни, когда он еще был совсем молодым и юным, такие, как мы, с Геннадьем Ивановым, он прожил в Ленинграде, тогда мы сейчас с ним и познакомились. Сейчас он живет в Бризанской области, в городе Касимове. И я очень рад, что он сегодня приехал. Замечательный русский поэт Геннадий. Дорогой, мы вручаем вот эту медаль Борису Кормилову. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ